24 тонны воды за пару секунд обрушиваются на деревья. Мощный Бе-200 пытается потушить Маркхотский хребет в районе Новороссийска. После чего самолет заходит на второй круг, чтобы дозаправиться прямо в море. То, что не удается потушить с воздуха, ликвидируют на земле, вручную. С помощью специальных рюкзаков спасатели прямо в лесу точечно борются с небольшими возгораниями. В пределах 10 литров тушим небольшие очаги. Начало пожара или же уже в процессе работы маленькие очаги тушить, гасить. Причиной пожара стал костер, который в лесу развели туристы. По такой легенде сегодня развернулись масштабные учения спасателей. Действия экстренных служб координировали глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Для Кубани отработка подобных действий летом особенно актуальна. Из-за высоких температур в 19 районах края уже введен особый противопожарный режим. Участие в тактических действиях сегодня приняли не только спасатели, но и военные с казаками. Хочу вас поблагодарить за участие в учении. Вы продемонстрировали свой профессионализм, свои навыки, свою слаженность, слаженность своих действий. Я надеюсь, что и в реальной обстановке вы будете действовать точно так же. Спасибо. Спасибо за работу. Задача у всех одна. В случае наступления в частянные ситуации максимально букировать и ликвидировать. А лучше, конечно, их предупреждать. Это оказалось, в первую очередь, казаков, чтобы не допускать никакого возгорания и близко в недалеком лесу. Потому что намного проще где-то предупредить, чем потом ликвидировать. Но сегодня, на самом деле, показали полное взаимодействие, слаженность, выучку, профессионализм. Но давайте сделаем все, чтобы вот это наша выучка, слаженность, профессионализм, но только на учениях. А реальные пожары в лесах, в ликвиде мы просто не запустим. Пока боролись с лесными пожарами, в нескольких километрах неожиданно загорелся комплекс по перевалке и хранению нефти. Учения проходили в максимально сложных условиях. Резервуар с бензином объемом 30 тонн. Просто так водой не потушить. Необходима пенная смесь. Ее подают специальным аппаратом. Называется «Пурга». Состав похож на снег. Но перед запуском пожарные обязательно рассчитывают на правление и силу ветра. А здесь спасатели показывают свои навыки при чрезвычайных ситуациях непосредственно в море. Горящий танкер с нефтью не такая уж и редкость. В подобных случаях необходимо сначала локализовать пожар на судне. Иначе это бомба ускоренного действия. Все осложняется тем, что есть пострадавшие. Ювелирная работа. Сотрудник МЧС на тросе, закрепленном к вертолету, спускается прямо к воде и вытаскивает раненого. После отработки всех действий, итоги учений глава МЧС и губернатор края подвели на координационном совещании. Учение дал нам возможность оценить, насколько готовы силы и средства. Посмотреть на слаженность действий. Посмотреть на то, как работают органы управления. Насколько эффективен алгоритм их действий. Так что я думаю, что все прошло достойно. Хочу благодарить вас, Ивана Ивановича, за постоянную работу, взаимодействие. Потому что в таком курортном регионе роль спасательных служб велика. И только совместными усилиями мы должны обеспечить безопасность миллионов гостей. Нашего курорта и, естественно, жителей нашего края. Что касается все-таки прохождения пожароопасного сезона. Он на Кубани начинается раньше, чем в других регионах страны. И мы должны, опять-таки, работать на опережение. И, безусловно, ограничивать, в том числе, и посещение лесов, разведение костров. Поэтому лучше мы здесь будем работать, может, достаточно с точки зрения гостеприимства. Не таким способом, как нас ожидают туристы. Но зато этот способ позволит нам сохранить леса, а в том числе жизни. В ближайшие три года в регионе дополнительно будут созданы 12 пожарных частей. Первый из них появится в Анапе и Ейском районе. Однако борьба с огнем не единственная задача, которая стоит перед спасателями и местными властями. Вот что касается водных объектов, отдыха на воде. Хотел бы еще раз сказать, что у нас каждый день в среднем 20 человек тонет в России. 20 человек каждый день. Среди них дети. Вот мы смотрели, за этот год ни один ребенок не погиб на оборудованных пляжах. Ни один ребенок. Это о чем говорится? Если это пляж, оборудован, то обязательно находится спасатель. Это очевидно абсолютно. Оборудованный пляж, дети не тонут. Безусловно, очень важно для нас сегодня, как я уже сказал, работать на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Неважно, где бы они могли произойти, либо в лесу, либо на водоемах. Это тоже очень серьезная совместная сегодня работа. Не допускать купания в неорганизованных местах. Но для этого должны быть организованные места. И поэтому мы совместно сегодня с главой муниципальных образований проводим системную, достаточно жесткую работу. Часть организации специально оборудованных мест купания. Неважно, маленький это населенный пункт, либо город. То есть вот такие места должны быть. Тем самым мы максимально отведем беду с точки зрения чрезвычайных таких ситуаций на воде. Учения сегодня показали высокую готовность к взаимодействию всех экстренных служб. В отработке тактических действий были задействованы более 400 человек и около 70 единиц техники. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань, 24, Новороссийск. Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань, 24, Новороссийск.